Невероятно, но факт. Министерство иностранных дел в Финляндии сообщило, что в Санкт-Петербурге и некоторых других визовых центрах снова будут выдавать документы на посещение этой могучей, пускай и маленькой страны. Прямо смотрите, что бывает, когда очень хочется кушать, правда? Ведь недавно сам финский президент заявлял, что Хельсинки выгнали весь свой бизнес из России, что уже привело к падению уровня жизни местного населения и разорению кучи предпринимателей, а Кремль стал только богаче. Кстати, это тоже не наша выдумка и не слава Владимира Соловьева, но замечание американских политиков и информационно-аналитического агентства Bloomberg. Пока в самой Финляндии дела идут, мягко сказать, кисло. Так издание Хельсинки Санамат еще в середине лета 2023 года било тревогу, ведь даже на тот момент уже порядка 300 строительных компаний подали заявление на банкротство. Пустяки, как обычно скажут скептики, у которых только в России всегда и все плохо. А в странах золотого миллиарда даже нищие гоняют на Феррари, пьют смузи со вкусом смузи и получают пособия размером с годовой бюджет среднего по размеру города в Российской Федерации. Однако что-то пошло не так, и пока в самой большой стране в мире продажи недвижимости продолжаются как не в себя, да-да, даже в ипотеку. Вот индивидуальных коттеджей тоже ставят рекорды за рекордами, да-да, стройматериалы подорожали, мы знаем. В Финляндии все строго наоборот. Для понимания, если год назад, когда западные партнеры побеждали Путина, было начато строительство недвижимости на 38 тысяч квартир, то теперь 20 тысяч еле-еле не набирается. Впрочем, свои апартаменты это для нищих россиян и богатых финнов. Другой вопрос, что рыба в Хельсинки и пригородах становится золотой, которая, какой сюрприз, шла, конечно, из России. Еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов, я автор канала «Не конец истории». Из хороших новостей по рассказам друзей, даже ведущие популярный ток-шоу уже иногда так и говорят – это не конец истории. Из не очень хороших после отмены монетизации на Ютубе в России, особенно когда недавно нам еще и просмотры прикрутили, проект держится на честном слове и без вашей помощи, очевидно, никак. А между тем, несмотря на шутки за 200 наших самых постоянных зрителей, мне, чтобы вам было весело послушать несколько минут новостей, приходится их перебирать, находить то, о чем еще можно говорить, команде собирать ролик, рисовать обложку и так далее. Казалось бы, простое занятие, но это только так кажется. И так это просто потрясающе. Обычная рыба в Финляндии после большого замеса с Россией выросла в цене на 18%, и это не предел. А все дело в том, прямо уже интересно, в западных странах вообще что-нибудь свое-то было, что все эти годы большая часть замороженной трески и сайды завозилась ровно из Российской Федерации. И хотя, да, замену путинской рыбке резко стали искать везде подряд и даже нашли, наберите воздуха в грудь у побережья США, однако, как и в случае с газом в Германии, у Вашингтона все дороже в разы. Плюс более того, топливо тоже стало драгоценным, и это не могло не сказаться еще больше на ценах. Ну а пока новый министр финансов, парада вложителей Финляндии, что страна начнет близящийся Новый год с дефицитом бюджета в 10 миллиардов долларов. Сумма для России может быть смешная, а для страны с населением в 5,5 миллионов человек, большая часть которого прямо сейчас беднеет и стареет, очень даже приличная. А еще новое правительство уже начало оптимизацию в области предоставления бесплатных медицинских услуг. Если коротко, это будет похоже на известную поговорку про «завяжи и лежи». Зато, как вы знаете, Финляндия в первых рядах отказалась платить в свое время за российский газ в рублях. И это точно не конец истории.